После длительной паузы я наконец вернулся к листу по железу, я его обязательно буду вести, обязательно его закончу, нужно было немножко отдохнуть. Напомню, мы с вами разбираемся с процессорами, идем по их истории и сейчас начали уже подходить к процессорам с точки зрения их микроархитектуры, а не брендов, линейок и так далее. Пожалуй, мы продолжим с процессорами Intel, а потом пробежимся по линейке AMD также поэтапно. Сегодня у нас 2012 год, микроархитектура EV-Bridge, посмотрим на эти процессоры и разберем несколько понятий, которые связаны с процессорами вообще. Сама архитектура EV-Bridge это 22 нанометра техпроцесс, это третье поколение Intel Core, это версия микроархитектуры Sandy-Bridge, то есть у нас есть Sandy-Bridge, в который уходит Sandy-Bridge собственно сам и этот EV-Bridge. Появилась эта архитектура в 2012 году и в апреле уже поступила в продажу. Значит, тут нужно сказать, что это этап ТИК, министеризация технологического процесса. Мы с вами об этом еще не говорили, в 2006 году Intel представил свою стратегию разработки процессоров по принципу ТИК-ТАК. ТИК это министеризация технологического процесса, то есть у нас становится техпроцесс меньше, при этом есть какие-то незначительные изменения микроархитектуры, а этап ТАК на существующем технологическом процессе уже происходит существенное изменение микроархитектуры, то есть таким образом они развивают свою технологию процессоров. И вот на слайдике у нас есть эти этапы, тик-так, тик-так, тик-так. Иви у нас это тик, то есть процессор стал меньше с 32 нанометров, перешли на 22 нанометра. При этом микроархитектура изменилась не сильно по отношению к Sandy Bridge. Значит, сама микроархитектура. В принципе, процессор продолжает выглядеть практически так же, как Sandy Bridge по своему внутреннему строению. Они увеличили количество инструкций, выполняемых за такт, добавили дополнительную систему команд, используют кольцевую шину, которая использовалась точно так же в Sandy Bridge. Появился новый контроллер памяти, встроенный контроллер PCI-Express. И, пожалуй, самое такое важное, это встроенная поддержка USB 3.0. Кроме того, что интересно, появился аппаратный генератор случайных чисел и добавлен режим защиты в режиме супервизора. Несколько понятий этих разберем. Значит, прежде всего, кольцевая шина. Как я и говорил, она уже появилась в Sandy Bridge, но мы там о ней не говорили. Значит, вся история микропроцессорных архитектур Intel у нас происходила таким образом, что все больше и больше модулей постепенно интегрировали в процессор. Раньше эти модули находились на материнской плате, в чипсете, еще где-то. А сейчас все больше и больше засовываются в процессор. Соответственно, с темпами роста процессора постоянно нужно было увеличивать каким-то образом пропускную способность шины внутри самого процессора. И до этого всегда использовалась перекрестная топология шины. Картинку я не стал делать, можете найти легко в интернете. Раньше топология была перекрестная. И с появлением Sandy Bridge у нас появилась новая кольцевая шина, которая позволяет обмениваться информацией между шестью основными компонентами. Это четыре процессорных ядра, вы видите на картинке, графическое ядро, системный агент и кэш. Соответственно, шина состоит, вы видите, из четырех других колец. Кольца эти я уже разбирать не стал. Это глубоко уже погружение в архитектуру микропроцессора. Опять же, я вам брошу ссылку, сможете почитать. Физически такая кольцевая шина располагалась над блоками кэш-памяти в верхнем уровне металлизации, что позволяло упростить дизайн и сделать чип более компактным. И тут нужно разобраться с генератором случайных чисел. То есть, проще всего, опять же, вам прочесть TouchU на Википедии. Я кратенько расскажу, потому что дело в том, что есть у нас генератор псевдослучайных чисел, который, так как он является частью машины, все равно прогнозируется. Ему не удается давать действительно какие-то реальные случайные числа. Все равно есть какой-то набор, какой-то алгоритм, по которому он эти числа генерирует. И есть генератор истинно случайных чисел, который, как правило, берет за основу формирования вот этих всех чисел криптографических, какие-то события внешней среды, которые вполне себе могут быть случайными. Так вот, Intel молодцы в том, что они объединили генератор вот этот псевдослучайных чисел и истинно случайных чисел, сделали его каскадным. И теперь пользователь мог действительно иметь реальный генератор случайных чисел без необходимости покупать какую-нибудь установку, которая может улавливать изменения оптической среды, какой-нибудь тепловой шум, звуковой шум и так далее. При этом этот генератор Intel смогли уместить на кристалле процессора, что очень важно. И этот кристалл процессора при этом был самым массовым и самым дешевым, в принципе. То есть у них во всех практически релизах был этот генератор случайных чисел, начиная с EviBridge. И третье, о чем я хочу поговорить, это SMEP. SMEP это очень интересная технология. Значит, нужно сказать, что вообще защита операционных систем строится на том, что приложения на пользовательском уровне не могут выполнять какие-то задачи на уровне ядра. Для этого у них есть специальный режим работы через системные вызовы. И стандартная защита заключается в этом. В свою очередь привилегированный режим, режим ядра, он имеет полный доступ ко всему. Поэтому если злоумышленник у нас каким-то образом смог проникнуть в режим ядра, он оттуда может исполнять любой код. То есть задача злоумышленника проникнуть каким-то кодом на уровень ядра, а затем, используя какие-то свои вредные файлы на уровне пользователя, продолжать работать с вашей системой, заражать ее, управлять и делать все, что угодно. Так вот, SMEP делает невозможным модулю ядра работать на уровне пользователя. То есть с привилегированного режима переходить на непривилегированный режим для работы с какими-то данными не получится. И это все реализовано на уровне процессора. Кроме того, поддержку SMEP на тот момент сразу добавили в операционные системы Windows. По-моему, это была семерка, что позволило сделать ее более безопасной. То есть многие компоненты операционных систем, нужно понимать, работают с использованием технологий процессора. И важно, чтобы процессор поддерживал какие-то технологии. Значит, по архитектуре, мы сказали, таких особенностей сильных изменений не было. Важное изменение — это интегрированная графика. Это новое четвертое поколение интегрированной графики. Там были HD Graphics 2000 и HD Graphics 4000 в EV Bridge. Для рядовых пользователей этого большого значения не имело, потому что те, кому нужна хорошая графика, пользуются, как правило, внешними видеокартами. Но для пользователей каких-нибудь ультрабуков, которые не могли себе позволить иметь внешнюю видеокарту или хорошую дополнительную видеокарту в корпусе ноутбука, это было очень хорошей новостью. Потому что теперь они имели действительно хороший видеопроцессор, встроенный, собственно, в ядро самого процессора. Там было много всего интересного. Пожалуй, самое важное было то, что теперь можно было запускать DirectX 11. То есть у нас теперь требования DirectX 11 могли выполняться на процессорах микроархитектуры и Vibridge. Про DirectX мы тоже не говорили. И опять же, это нам к процессорам имеет мало отношения. Но нужно просто сейчас отметить то, что DirectX – это отдельные опишки, которые используются внешними программными продуктами. Чаще всего это используется именно в видеоиграх, но тем не менее есть еще очень много различного программного обеспечения, какое-нибудь моделирование, математическое программное обеспечение, которое использует функционал DirectX. То есть DirectX – это набор у нас файлов, библиотек, которые позволяют использовать полную вычислительную мощь компьютера для отрисовки красивой графики. Без DirectX у нас графика будет или без эффектов, или может вообще не запуститься, или эффекты будут очень слабенькие. Я еще упомянул понятие здесь API. API – это как раз набор процедур, функций и так далее. То есть, грубо говоря, интерфейс, через который мы обращаемся к каким-то функциям, например, приложения. Теперь чипсеты и Vibridge. Значит, у нас остался тот же самый процессорный разъем для десктопов FGA1155, для Axion 2011. Что было очень хорошей новостью, можно было использовать новые процессоры в старых материнских платах, иногда для этого нужно было обновить BIOS. Есть еще несколько сокетов, которые мы не рассматриваем вообще вот в этой серии процессоров Intel. Есть сокеты отдельные для мобильных платформ, есть сокеты для впайки. У них тоже есть свои имена, свои сокращения. Надо также отметить теперь еще и чипсет. Мы вообще откладывали всегда чипсет до того момента, когда начнем рассматривать материнские платы. Но тут уже, наверное, пора начинать говорить. Значит, пришел чипсет седьмой серии. В нем было несколько улучшений. Конечно, подробно, как я говорил, это мы будем рассматривать, когда будем говорить о материнских платах. Флагман был чипсет Z77. Особых каких-то глобальных изменений нет, кроме поддержки USB 3.0. Нужно знать то, что он поддерживает, собственно, разгон процессора очень хорошо в Z77. Есть очень много интересных технологий. Там поддержка Smart Respond, это для твердотельных жестких дисков. Rapid Start для быстрого пробуждения. Smart Connect для программ обновления, которые могут будить компьютер для того, чтобы там получить почту, обновить операционную систему, программное обесечение и так далее. Значит, нужно сказать то, что чипсеты, чипсеты, напомню еще раз, это то, что есть на материнской плате, к процессору, в принципе, имеет отношение только в том плане, то, что поддерживает функции процессора. Значит, чипсетов было несколько. Для Иви Бриджа, вот они у нас все на картинке перечислены. Я вам дал верхнюю часть таблички, чтобы можно было понять между ними разницу. И тут мы можем отметить разные буквы в названии чипсета. Значит, вообще, вот эти буквы на обозначении появились еще со времен сокета 478-го. Intel решила, что различные линейки чипсетов будут иметь различные наименования. Изначально у нас была серия G, которая снабжалась встроенным видеоядром, то есть в чипсете было видеоядро, а буква P показывала то, что этого видеоядра нет. При появлении LGA775 у нас появился еще один суффикс, X. Это было решение для экстремальных систем. Затем в пятой серии чипсетов буква G исчезла, потому что все больше чипсетов с интегрированными видеочипами не требовались, потому что у нас уже видео было в процессоре. Так вот, на сегодняшний день можно отметить, ну не на сегодняшний, на 2012 год можно отметить, то, что у нас есть чипсеты H. H это мейнстримовый чипсет, самый основной функциональностью, часто используемый, чипсеты Z это максимальная производительность, возможность разгона, дополнительные технологии и так далее, чипсет B это бюджет с минимумом функций, и чипсет Q это бюджетный, опять же, вариант с некоторыми нюансами, например, с шифрованием и дополнительными интересными технологиями. И последний слайд на сегодня, тоже интересный момент, в 2011 году Intel сообщила, что их 22-нанометровый технический процесс будет использовать транзисторы с вертикально расположенным разотвором, thin field effect транзистор. Значит, эта информация говорит нам о том, что Intel оставался на тот момент все равно еще технологическим лидером в создании систем, потому что они использовали суперкомпьютеры высокой производительности, создавали миниатюрные мобильные системы, и на уровне технологий они были на переднем крае вообще науки. Я тут с вами не буду разбираться, что значит этот плавниковый поворот транзистора, то, что тут у нас вместо одной плоскости контакта появляется сразу три плоскости контакта, трехмерный контакт, это все уже нюансы микроэлектроники. Я только отмечу то, что когда они выпустили вот эти вот первые свои процессоры Everbridge, оверклокеры, которые разгоняют процессоры, пришли к тому, что вот эти вот новые процессоры, они очень сильно греются на высоких частотах. К этому приводило в основном уменьшение размеров кристалла, и, соответственно, меньшая площадь контакта кристалла с верхней теплоотводящей крышкой. Но при этом на штатных режимах работы процессоры EVbridge оставались прекрасными и прохладными. Лист процессоров, который у нас был на тот момент EVbridge, у нас в слайд в один и даже в несколько не поместится. Это, как обычно, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron, десктоповые, мобильные, встраиваемые, и Xeon E7, E5 и E3. Все дополнительные ссылки дам, читайте. Всего хорошего!